Итак, в этом видео я собрал шесть вопросов, которые настолько часто задают в группе или на стриме, что сил моих и модерских больше нет повторять. Давайте быстро пробежимся по ним и запомним ответ, чтобы рассказать друзьям. Некоторые вопросы настолько наивные и простые, что кому-то могут показаться смешными. Ну вот, например, этот. То, что дополнение напрямую связано с экзонаукой Кловица Брея, конечно, будоражит фанатов авангарда Охотников Кейда 6, который погиб два года назад. Многие игроки в действительности верят в то, что мы на Европе не просто так, а вот именно лишь для того, чтобы воскресить экза, которого так многие любят. Должен расстроить? Нет. Связь Кейда 6 со склепом глубокого камня, конечно, есть, но не более, чем со всеми остальными экза, так что с этим придётся смириться. Простите. Нет. Трансмагрификация, то есть возможность придать любому фрагменту брони внешний вид другой брони, анонсировали около полугода назад. Однако студия так и не называла конкретные даты появления такой крутой фишки в игре. Известно лишь, что появится она в течение этого года, игрового имеется в виду, так что где-нибудь к лету ждём, наверное, а тогда, согласен, опция офигенная. Ну и для тех, кто, может, пропустил эту новость, Банджи уточняли, что для того, чтобы превратить легендарную шмотку в орнамент в момент, когда трансмаг появится в игре, её сейчас не обязательно сохранять в хранилище и занимать ей место. Всё будет работать из коллекции, судя по всему. Нет, Ульдрен мёртв. Жив Ворон. Я вообще очень удивлён тому, как много людей совершенно не в курсе того, как развивалась история Ульдрена после Отвергнутых, учитывая, что там новостей-то о нём было на одну страницу текста от силы. Принц Ульдрен, подвергшись проклятию, убил нашего друга Кейда, после чего мы его разыскали в дополнение Отвергнутые и пустили ему пулю промеж глаз. Тем самым мы убили принца. Воскреснуть он уже не мог. Но в одной из скрытых катсцен нам показали, как некий призрак, рыская по городу грёз, натыкается на захоронение Ульдрена и воскрешает его. Ульдрена и воскрешает его. В этот момент это уже новый персонаж. Он не знает кто он, не знает где и как оказался. Теперь он Страж, носитель света странника. Абсолютно такой же, как и мы. Как и некогда Кейд. Спустя какое-то время он оказывается на спутанных берегах, где попадает к Пауку, получает прозвище Ворон и работает на Барона. Не совсем по своей воле, надо заметить. Но вы же писали в комментариях, что хотите ролик про Ульдрена отдельный. Давайте вот 2000 лайков наберём тут, и я начну писать материал к сюжетному ролику о его непростой судьбе. Тем более, что персонаж вообще один из моих любимых во вселенной игры. На все 100% не ответим. Ответ на 99% устроит. Согласно данным сайта todayindestiny.com, на котором можно смотреть ассортимент Эверверс на весь сезон вперёд, можно предположить дату, когда в игре появится квест на Хавкмун. 5. Января. Именно в эти числа в ассортименте ТЭС появляются орнаменты на револьвер. А так всегда происходит с непосредственным появлением квеста в игре, ещё со времён Шёпота Червя. Контракты, друзья. В конце каждого сезона стоит выполнять, но не сдавать некоторые из них, чтобы потом, с приходом нового сезонника, прожаться и сразу получить супер буст к опыту, бонусам артефакта и красивую циферку около никнейма. У способа есть свои тонкости, о которых я расскажу к концу сезона в отдельном видео. Будем делать засолы вместе, раз об этом так много вопросов. Нет, не бесплатно. Как и любой другой подкласс в любом другом дополнении к Destiny или Destiny 2. Что ж, это были самые популярные вопросы, которые я на стримах вижу каждые 10 минут. В комментариях читаю регулярно, в группе ВКонтакте читаю. Так что надеюсь, теперь их станет меньше. Ну а новые вопросы пишите в комментариях под этим видео. И если наберётся достаточно много тоже повторяющихся, буду устраивать такие сессии ответов. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр этого. И до связи.